Девушки отдыхают Итак, ровно через минуту к нам выйдет герой, который ответит на всё. Но сначала по традиции наши вопросы. Как вы думаете, на что похоже место, куда вы сейчас выйдете? Вот этот коридор? Этот коридор и то, что дальше? Но этот коридор похож на коридор на старой сцене Таганки, когда входишь со служебного входа, прежде чем пройти на сцену, вот это очень похоже, только там были чёрные трубы. А как вы думаете, вот там, в конце коридора, после наших не чёрных, а блестящих труб, вам будет интересно? Ну, во всяком случае, забавно мне, что там будет. Согласны ли вы с тем утверждением, что детям нельзя говорить неправду? Ну, так обычно говорят, хотя это не всегда правильно. А почему вы так считаете? Ну, иногда какая-нибудь правда слишком жёсткая, жестокая, так лучше промолчать. Готовы ли вы пообещать, что будете предельно честно отвечать на вопросы? Во всяком случае, постараюсь. Кроме того, хочу сообщить, что вы имеете право три раза отказаться отвечать на вопросы. И вообще, прямо сейчас вы можете отказаться от участия в нашей программе. Вы готовы выйти к детям? Ну, конечно, это мне интересно. Итак, наша сегодняшняя героиня. Кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством. Лауреат Государственной премии Советского Союза. Лауреат премии президента России. Лауреат премии имени Станиславского. И самое главное, народная артистка России Алла Сергеевна Демидова. Прошу вас, Алла Сергеевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алла Сергеевна, по традиции, в начале программы я прошу всех героев коротко рассказать о себе. В вашем распоряжении одна минута. АПЛОДИСМЕНТЫ Время пошло. Ну, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело, Алла Сергеевна Демидова всю жизнь мечтала быть актрисой. И когда я была не только в вашем возрасте, а вообще только умела говорить, когда меня спрашивали, девочка, кем ты хочешь быть, я говорила, великая актриса. У меня было это одно слово. Но когда я поступала в училище Щукинское, меня спросили, какую школу закончила, я сказала, фосо двадцать фостую. У меня была застенчивость, заметила, что очень у многих актеров это есть. И я говорила фэ, фалас. Мне сказали, что с такой дикцией в актрисы не ходят. Ну что, крест на мечте, крест на жизни. По-моему, в этом возрасте все воспринимается в превосходной степени. Поворот на 180 градусов. Я поступила в университет московский, на экономический факультет, политэкономия. Я его закончила и даже вела семинарские занятия на философском факультете. Но потом все-таки поступила в Щукинское училище, где на нашем курсе Любимов поставил добрый человек из Сизуана. Из этого организовался театр на Таганке, если вы такой знаете, в Москве. И я там со дня основания была, но после 30 лет работы ушла в свободное плавание. Вот теперь я перед вами. Спасибо, Алла Сергеевна. А теперь готовьтесь к вопросам от участников нашей программы. Итак, первый вопрос. Прошу вас. Здравствуйте, Алла Сергеевна. А это правда то, что вас многие боятся? Правда. Потому что я всегда играла таких сильных волевых женщин. Я практически никогда не играла характер. Там, герцогиня Мальбора в стакане воды. Это сильная женщина, это политик. Я даже вам скажу, тут у меня женщина, которая мне помогает по хозяйству, она уехала в другой город. И мне нужно было найти кого-то другого. И мне порекомендовали мои друзья. И вот мне эта женщина звонит и говорит, да, но я ведь вас боюсь, вы же герцогиня Мальбора, как я буду убирать у герцогини Мальбора? Поэтому очень многие путают, что такое роль и что такое жизнь. У меня такой вопрос. Вы верите в судьбу? Бывали у вас в жизни такие моменты, когда вы понимали, что это судьба? Судьба? Ну, что такое судьба, кстати? Вы знаете, нет? Жизнь человека. Ну, жизнь – это результат. Мне кажется, судьба. Человек рождается с импульсом. Этот импульс, он реагирует на какой-то цвет больше, на красный или там на синий. Появляются какие-то привычки. Привычки диктует характер. А характер – это уже коридор судьбы. Дальше вы уже свой характер не измените. Это надо быть очень сильным человеком, чтобы повернуть характер и судьбу в другую сторону. Спасибо большое. Меня зовут Василиса. Несмотря на то, что я учусь в кадетском корпусе, я бы очень хотела стать актрисой. И знаете, мне было бы интересно узнать, как вы исправляли свою дикцию? Какими упражнениями вы пользовались? Скороговорками? Если вы хотите быть актрисой, вам нужно не исправлять дикцию. Дикция у вас нормальная. А заниматься голосом. Если вы заметили, в основном современные актёры говорят на таком среднем регистре. Нет Евстигнеев, например, низкий голос, прекрасный, кваша, низкий голос, прекрасный. А все женщины в основном вот так вот говорят, как вы мне сейчас задали вопрос. Такой вот, я такая маленькая, я такая несчастная, я такая застенчивая, я хочу быть актрисой. Актрисой надо быть, разрабатывать голос. Тем более, если вы потом захотите играть трагедии. Трагедию с таким голосом никогда не сыграть. Трагедия – это опера. Тут нужны очень высокие ноты брать. И палит, и палит, и палит. И очень низкий. Я пью за разорённый дом. И так далее. Но я вам желаю. Это вообще большая работа. Спасибо. Дикцию исправить легче, чем изменить вот эту амплитуду голосовую. А прочитайте какую-нибудь нам скороговорку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. У меня это было самое сложное, потому что я говорила, шла Фаса по шоссе и сосала сушку. Спасибо. В детстве вы мечтали стать известной великой актрисой. Но, насколько я помню, в одном из последних интервью вы сказали, что недостаточно известной. Это получается, что не сбылась с вашей мечтой? Как вы думаете? Вы знаете, это же было очень наивно, мечтать быть великой актрисой. Что касается известности, я не думаю, что я в интервью об этом говорила. Потому что известность, это так неважно. И меня не узнают ни на улицах, нигде. Более того, я вам скажу. Я жила в одном доме, где была лифтерша. Она лет 10 в этом доме была, внизу. И каждый раз, когда я к ней приходила домой, она меня спрашивала, вы к кому, гражданочка? Я говорила, где Мидовой? А, проходите, она дома. И я проскакивала. Но иногда мне это надоедало. И я тогда выясняла с ней отношения. Я говорю, почему вы, в общем, у нас не очень большой дом, и вы получаете зарплату, чтобы нас узнавать и не пускать чужих. А я бы, например, вас узнала в тысячной толпе. И почему вот так? На что мне она ответила, в общем, комплиментом? Она мне сказала, вы всегда разные. И это правда. Уважаемая Аллафь Сергеевна, участники нашей передачи, сейчас первый перерыв в нашей программе. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла Демидова, Народная артистка России, гость программы «100 вопросов взрослых». Продолжаем разговор. Вы нам ранее сказали, что закончили экономический факультет МГУ. Вопрос по вашей первичной специальности. Как вы думаете, каковы причины сегодняшней инфляции? Я не очень понимаю конкретную экономику. Политоэкономия – это философия изменения формации, как меняется общество, как меняются формации. Это абстрактная наука. Я даже вам скажу, я вообще родилась в Москве и не знала совершенно деревню и отвечала в университете на экзамене экономико-сельского хозяйства. Ну, что-то там по шпаргалке я там такое говорила, не очень понимая вот этого, приблизительно такого же вопроса. И профессор Копыл, как сейчас помню, такой с бородой классический, он сказал, девочка, сколько яиц несет курица в день? И я по ассоциации, что я покупаю десяток, я говорю, десять. По его реакции поняла, что сморозила глупость и поправилась. Простите, профессор, два, одно утро, другое вечером. Это потом в университетской многотиражке было напечатано. Я не знаю до сих пор таблицу умножения. У меня абсолютно абстрактное мышление. Я хотела поступить на философский после школы, но побоялась, подумала, что мозгов женских не хватит. Поэтому это не отказ от вопроса, а просто мое незнание. Но вам помогло ваше образование? Институт готовит, в общем, узких специалистов. Университет шире. Поэтому это мне помогло смотреть на три входа дальше, чем обычно смотрят актеры, предположим. А о чем вы боитесь думать и какие мысли вы от себя гоните? Ну, например, я очень плохо засыпаю. У меня ночная бессонница. От, ну, так называемых тяжких воспоминаний. Потому что в любой жизни есть что-то, что не хочется вспоминать. И вот эти мысли я стараюсь прогнать, чтобы заснуть. Чего вы не хотите вспоминать? Ой, очень много. Я думаю, что и у вас тоже найдутся какие-то вещи, которые вы не хотите вспоминать и даже рассказывать. Правда же? Тем более я, если я не хочу их вспоминать, почему вы думаете, что мне так уж хочется о них рассказать? Алла Сергеевна, напомню, что в самом начале передачи мы договаривались, что вы имеете право три раза отказаться отвечать на вопросы. Вот сейчас ситуация, в которой я вынужден зафиксировать первый из трех отказов. Хорошо. Будем считать, что это первый отказ. Итак, первый отказ. Следующий вопрос, прошу вас. Здравствуйте, Алла Сергеевна, Александр. Когда вас обманывают, вы прощаете? Всегда. А когда вы кого-то обманываете? Или, может, вы никогда не обманывали? Обманывать – это же себе дороже, мне кажется. Во-первых, надо помнить этот обман, потом обязательно запутаешься. И потом для чего? Чтобы было лучше другому человеку, как бы обман во благо, но тогда лучше помолчать. Алла Сергеевна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что сегодняшний зритель – это стадо, на которое не нужно обращать внимание? Кому не нужно обращать внимание? Вам, артистам. Артистам? В играющем на сцене. Молодые актеры, особенно вот в училище, они общаются в основном вот по горизонтали, глаз в глаз, и боятся оторваться друг от друга. Ты меня понял? Ты меня понял? А, и что ты мне ответишь? Потом, когда более-менее в профессии ты что-то набираешь, идёт общение по треугольнику. Я – партнёр и режиссёр. Потом, когда спектакль идёт, опять треугольник. Я – партнёр и зритель. И тогда от зрителя, я помню, я очень зависела. Мне мешало, например, что какая-нибудь там белая кофточка мне маячит, или какой-нибудь там вот мальчик не слушает меня. И я старалась как бы овладеть вниманием и противу роли что-то делала. Но у меня есть, как у гипнотизёра, такие медленные пассы, или интонация, или какие-то другие хитрости, чтобы привлечь внимание. Потом, когда я стала работать с греческим режиссёром, он мне сказал, древние греки работали по вертикали. Я и Дионисий, я и Бог. Почему? В Древней Греции спектакль начинался с восхода солнца. Обычно театры Древней Греции строили так. Вот вы, зрители, да? Сзади колонны, и обязательно там должен быть воздух. И солнце садилось только туда. Значит, там запад должен быть, тут восток. И начинался спектакль, когда восход солнца. Зрители сидели, и продолжался весь день. Кстати, в Древней Греции основные монологи у женщин, героинь, обращённые к солнцу, когда солнце в зените, потому что они все считались внучками солнца. А в это время зрители с утра до вечера, ну, приблизительно, как вы сейчас, кто-то разговаривает, ну, правда, тут не спят, но кто-то спал там, кто-то ел, кто-то приходил, уходил, то есть жили своей жизнью. Но когда заканчивалась трагедия, и все умирали герои, умирало вместе солнце. Поэтому тогда нельзя было играть по треугольнику «Я и зритель». И я стала сейчас, даже поэтические свои вечера, когда я читаю стихи, я читаю именно вот по вертикали. Мне зритель абсолютно не мешает. Вот даже когда там мобильные телефоны, актёры очень обижаются, а мне хоть тут гром греми, вы хоть меня подвесьте вниз головой, всё равно я знаю эти стихи, я не сломаю эту строчку. Я теперь никогда не завишу от зрителей. Спасибо. Ну, только вот в таких беседах. А кто следующий у нас задает вопрос? Здравствуйте, Алла Сергеевна. А вы помните своего отца? Ведь он погиб, когда вы были совсем маленькой. Вы знаете, мой отец погиб в 44-м году под Варшавой. Но я помню какими-то отрывками, когда он приезжал, видимо, после ранения. И я помню зима, он спускался на лыжах вниз с горы, а я стояла сзади него, на его лыжах, и схватив его ноги. И мы так спускались. Вот это ощущение какой-то крепости и защищённости. Я это помню. Я помню, как он тоже на какой-то короткий срок приехал и подарил мне и моей двоюродной сестре игрушки. Он приехал ночью. Он привёз слона и лису. И он мне сказал, выбирай. Я выбрала лису. Утром сестре достался слон, она плакала, кричала, я хочу лису. Перед тем, как нам получить похоронку, мне приснился странный сон. Мне приснилось, что отец вдруг стал маленьким, он стал уменьшаться, уменьшаться, стал маленьким, маленьким, и ушёл под шкаф. И на следующий день мама получила похоронку, и я помню вот её крик, такой даже не плач, а крик, в этот же вечер был огромный салют в честь взятия Варшавы. И вот это вот у меня слилось вместе. А могила отца есть? Его могила есть, она под Варшавой, но правда там сейчас сделали братскую могилу, очень много соединили погибших, перенесли в другое место. Спасибо вам за этот вопрос. Ну а сейчас, внимание, второй перерыв нашей сегодняшней передачи. Субтитры создавал DimaTorzok Эта программа «100 вопросов взрослых». Сегодня наша героиня – народная артистка России Алла Демидова. Пожалуйста, синий микрофон. Алла Сергеевна, здравствуйте. Вот для мужчины главная цель – это карьера, а для вас, для вас главная цель – это что? Мне казалось, что я слишком была в своё время в воронке своей профессии, не карьеры, профессии. Я, в общем, делала то, что мне только интересно. То, что мне неинтересно, я никогда не делала. И очень много пропустила в жизни, потому что жизнь мне дарила много людей и друзей, почти гениальных. А я их, как бы, не очень замечала. Так меня несло. Когда я опомнилась, то многие уже или их не было в живых, или они жили уже в других странах. Вообще, у Ахматовой есть очень хорошая фраза – «Смерти нет, это всем известно, повторять это стало пресно, а что есть, пусть расскажут мне». Я людей, которых не хоронила, а я практически вот хоронила только Высоцкого и мою маму, больше никого не была при этом. Они присутствуют до сих пор в моей жизни. Я абсолютно, причём реально. Как вы считаете, какие три вещи должна сделать женщина? Настоящая женщина. Настоящая женщина. Сделать? В жизни, да. Вот если кто-то мне сейчас скажет, что такое настоящая женщина, я отвечу на этот вопрос. За спиной у Вас ответ. Александр. Да. Настоящая женщина должна родить ребёнка, это обязательно продолжить свой род, найти настоящего мужчину, который сможет за неё постоять, любить её всегда и ждать дома. Вот Вам ответил на Ваш вопрос. Три качества у Саши. Вы знаете, собственно, все эти, как бы, черты, они присущи, ну, будем называть с большой буквы, настоящей женщине. Но я бы к этому ещё добавила. Во-первых, терпение – это основное терпение. А терпение и все прощения – это у меня уже, как бы, синонимы. Доброта. А остальное – быть человеком. Это уже тут не зависит от пола. Здравствуйте. А Вы смотрите «Смешарики»? Что? «Смешарики» – мультик такой. Я не поняла. Есть такой мультик «Смешарики» называется. Ну, я дело в том, что я даже… Почему не поняла? Потому что я даже не понимаю, о чём речь. Я ни разу не видела этот мультик и ни разу, и даже не знаю, что это такое. Это про смешных шариков такой мультик. Придётся мне посмотреть. А почему Вас заинтересовали этими «Смешарики»? Или как они шарики? «Смешарики» – да. Просто очень интересно. А что? Смотрите Вы такие детские мультики там? Я очень люблю детские мультики. Ну, не только детские. Я очень люблю «Ежик в тумане». Я очень люблю вот эти вот… Я всегда смотрю мультфильмы. Но вот «Мешарик», к сожалению, пропустила. А что современное Вы смотрите? И как Вы относитесь к современным фильмам или мультикам? Кое-что я смотрю, но не специально. Я не люблю кинотеатры. Я не люблю смотреть в толпе. Потому что коллективное сознание начинается, коллективная реакция. Начинаешь попадать под эту реакцию. Лучше лежать на диване и смотреть DVD. Алла Сергеевна, здравствуйте. Я хотела спросить. Я слышала, что многие, кто работал с Тарковским, они подались в религию. Очень многие. И на Ваш взгляд, это случайность или это случайное совпадение? Или как? Нет, я думаю, что тут другая связь. Я думаю, что Тарковский отбирал таких людей, которые были или уже в религии, или еще на подступах. То есть их духовность была как бы вибрирующая. Хорошо. А было ли у Вас желание когда-нибудь бросить все и уйти в монастырь? Очень часто. Часто, да? Очень часто. И не только в монастырь, я помню, я маленькая, мне казалось, что я... Вот бросить и уйти скитаться по России. Вот это вот какой-то зов скитальчества, он был. Может быть, даже и не совсем прошел. Что Вас восстановило? Я очень много ездила. Я последние 10 лет работаю с греческим режиссером, у него театр в Афинах свой. И мы делаем спектакли там, а потом эти спектакли возим по всему миру. Иногда я приезжаю там из Нью-Йорка в Москву, а на следующее утро лечу в Токио. В общем, это очень тяжело, и мне это надоело. И вот этот вот, я думаю, что зов скитальчества я удовлетворила абсолютно. А с Тарковским были раньше ещё, например, Андрей Рублёв. Я должна была у него играть дурочку, но надо было, простите меня, писать в кадре. Я была тогда слишком дурочкой и считала, что это делать я не буду. Хотя, наверное, и сейчас бы не согласилась. Я отказалась от этой роли. Её очень хорошо сыграла, когда бывшая жена Тарковского, Ирма. Очень хорошо. И вот, вы знаете, всё не бывает как бы, всё к лучшему. Или, например, в Солярисе я должна была играть тоже вот эту вот героиню. Но я была в чёрных списках. Сейчас трудно вообще понять, как я могла это играть, но это было очень давно. Я была в чёрных списках, мне тогда не разрешали играть главные роли. После какого-то, неважно, это скучно вспоминать. И он стал снимать Наташу Бондарчук. И очень хорошо, потому что это было новое лицо в кинематографе. Она очень хорошо это сделала. Алла Сергеевна, жирковат, сегодня в студии. Если минуту подождите, сейчас к нам выйдет гример. Гример, пожалуйста, на площадку. Нет, у меня есть. Вы знаете, что в театре, когда наступает антракт, иногда начинаешь, особенно если тяжёлая какая-нибудь роль, умываешься и заново гримируешься. А Высоцкий, который играл Гамлета, особенно когда мы играли летом, а у нас там в костюме была такая толстая ручная вязка, шерсть. Он менял за спектакль раза три свои свитера и нижнюю белую рубашку. И когда последний спектакль 18 июля, было очень жарко, была Олимпиада. Там было, наверное, градусов 30 жары. И мы просто выползали на поклоны. Высоцкий первый, я к Гертруду там играла. Я за ним, и я ему в спину, а у него мокрая-мокрая спина этого шерстяного свитера. Я говорю, Володя, слабо играть сейчас заново, сыграть сначала? Он всегда отвечал, потому что очень азартный человек. У него слабо и даже махнул рукой, не слабо. Говорит, и сказал, а, сыграем 27-го. У нас должен был быть последний спектакль 27 июля 80-го года. И после этого мы должны были уходить в отпуск. И вот мы его сыграть не успели, потому что он умер 25 июля. Очень у некоторых моих друзей, которых я тогда пригласила на спектакль, остались до сих пор билеты 27 июля 1980-го года. Потому что ни один человек не отдал эти билеты в кассу. Ни один. Здравствуйте. Я хочу вам задать такой вопрос. Высоцкий был известным Дон Жуаном. Как вы думаете, был ли он когда-нибудь в вас влюблен? Или вы в него, может быть? Это трудно сказать, потому что мы же начинали все вровень в 64-м году. Мы все были молодые, не было иерархии ни возрастов, ни званий. И, естественно, все время от времени были чуть-чуть влюблены друг в друга. Естественно, и как бы чисто по молодости. Мне так не удается мне продолжить вам задать вопрос. Вы ведь сохранили потом с ним дружеские отношения. Может быть, вы перечислите хотя бы пять качеств, какими обладал этот уникальный человек? Качеств чего? Характера? Характера. Вы знаете, он менялся очень. Очень менялся. У него было несколько трамплинов, которые, собственно, и создали, в общем, миф. Сейчас уже существует этот миф, который не надо разрушать. Да и бесполезно. Первый трамплин был, когда он один раз приехал, и мне сказал, «Я сегодня выступал перед 5000 человек народу». Он первый раз выступил перед такой огромной аудиторией. Второй трамплин был «Женитьба» на Марине Владе, потому что это было тогда... Ну, это практически жениться на марсианке. И он менялся, особенно последние 10 лет. Вот черта. Он не обижался. Черта вторая. Абсолютная влюблённость в друзей. Для друзей мог сделать всё, всё, практически даже что-то и нереальное. И чувство вины. Вот, пожалуй, основная черта. Потому что все его срывы по болезни, и по одной, и по второй болезни. Но когда он возвращался, он понимал, что он подводил людей. Раз, он был в непотребном виде. Два. Ну, и так далее. И вот это чувство вины обострялось. И я думаю, что это были очень хорошие дрожжи для его таланта. Вот это ощущение чувства вины. Здравствуйте. А можете показать язык? Что показать, не поняла. Язык. Язык? А зачем? Традиция. Да ради Бога. Слушайте, я тогда задам вам вопрос, можно? Неужели это для вас самое интересное было? За всю передачу. Нет, просто. Нет? Алла Сергеевна, у нас все герои должны это сделать. Все показывают? Да. Ну, не совсем все. Да? Да. Я жалко всем. Кому-то жалко? Ну, а сейчас, уважаемые участники и зрители, я объявляю третий перерыв нашей сегодняшней передачи. КОНЕЦ 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 Сто вопросов к взрослому. Сегодня наша героиня Алла Демидова, Народная артистка России. Алла Сергеевна, ну вот теперь наступила ваша очередь задавать свои вопросы. Напомню, что каждый герой нашей передачи имеет право задать три вопроса участникам программы. А вы будете задавать вопросы? Да, очень бы у всех хотелось бы что-то спросить. Ну, пожалуйста, давайте. Но не знаю, кого выбрать. Ну, вот, например. Вот спрошу вас. Скажите мне, пожалуйста, вот все, что сегодня вот сейчас происходило вот в этой душной аудитории, вам что-то было интересно? Я думала, что, честно говоря, я думала, что вы очень холодный человек, а вы оказались такая очень тёплая и доброжелательная женщина. Спасибо вам большое. Вот вы спрашивали, что такое комплимент. Вот это комплимент. Люблю ли я это? Нет. Ещё, Алла Сергеевна, есть вопросы? Ну, есть вопросы. Вот давайте мне тот, который язык меня заставил показать. Вот как вы думаете, что с вами будет через 20 лет? Ну, я, скорее всего, стану актёром, потому что я сейчас в многих фильмах снимаюсь тоже и стараюсь как бы приобретить какой-то опыт. А вы знаете, что есть такая закономерность, кто снимался в детстве, обычно не становится потом актёрами? Ну, не знаю, там, может быть, у кого-то. Мне главное, чтобы просто был опыт, там, мало ли, не дай бог, что-нибудь будет в жизни не так. Вот просто, чтобы было тоже. Это школе не мешает? Нет. Нет? Успеваете туда и туда? Или в школе так-сяк, а это основное? Нет, в школе я отличник, а там тоже всё хорошо. Ну, остался у меня ещё третий вопрос. Ну, давайте вот вы, Саша, поскольку мне понравилась ваша улыбка. Вот эта форма, это что такое за форма? Ну, в Москве есть кадетские корпуса, вот я в одном из них учусь, это московский казачий кадетский корпус имени Михаила Александровича Шолоха, это писатель. Там надо жить или только приходить? Да, мы живём там неделю, живём, и в субботу после обеда уходим домой до понедельника, до утра, потом возвращаемся обратно. Это как-то изменило вас? Конечно, да. В какую сторону? В хорошую только. Ну, то есть в какую? Вы стали более, ну что? Более сильный спортсмен, там, в учёбе тоже отличник. И с дамами, вот у нас напротив есть девичка кадетский, с дамами мы тоже балы, ну, этикет, этика, эстетика. Скажите, у вас доброе лицо, а вы когда-нибудь, кого-нибудь, я ваш вопрос вам передам, вы кого-нибудь обманывали? Часто. Ну, сейчас понимаете, что лучше не надо? Или как? Или всё-таки иногда надо? Ну, иногда всё-таки приходится. Приходится или надо? Зависит от обстоятельств, смотря что и когда, и как. Да? Но что-то мучило вас, если вы обманывали, а потом это оставалось каким-то чёрным пятном? Нет? Пока нет. Ну и слава богу. Так, всё. Народная артистка России Алла Демидова, героиня сегодняшней программы «100 вопросов в жопу». Алла Сергеевна, вот здесь прошу вас на секунду задержаться. Во-первых, от всех участников и создателей программы мы хотели бы преподнести вам букет цветов. Спасибо. А во-вторых, я хотел бы задать несколько традиционных вопросов, которые мы задаём всем нашим героям. Скажите, пожалуйста, был ли сегодня среди вопросов какой-то, ну, наиболее для вас сложный? Если да, то какой? Нет, не было такого. Алла Сергеевна, наверняка вам задают часто разные вопросы, хотя среди них есть немало традиционных. Вот мне интересно, сегодня был задан такой вот традиционный для вас вопрос? Если да, то какой? Ну, это более взрослые, конечно, когда спрашивают, что такое психическая энергия. Потому что я об этом часто говорю в интервью, и меня никто сегодня это не спросил. Слава Богу. Алла Сергеевна, а это хорошо или плохо, что... Нет, это... Вы знаете, почему, слава Богу? Потому что на этот вопрос просто ответить нельзя, а надо было говорить очень много. Алла Сергеевна, наша программа называется «100 вопросов взрослому». Вот нам сейчас показывают, что вы успели ответить всего лишь на 19. Скажите, пожалуйста, если дети захотят услышать ответы на остальные вопросы, вы придёте вот такой аудитории? Всего скорее нет. А означает ли это, Алла Сергеевна, что вы, ну, как бы это сказать, разочарована, что ли, сегодняшним разговором? Нет. Нет. Это в какой-то степени мобилизует на открытость и на честность. Потому что я ведь тоже очень закрытый человек. Я не пускаю никого в свой внутренний мир и в свою частную жизнь. А сейчас я хочу обратиться к участникам передачи с традиционным вопросом. Считаете ли вы, что наша героиня сегодня была максимально откровенна с нами? Кто считает, что да, поднимите, пожалуйста, руки. А, по-моему, большинство. Ну, а теперь я обращаюсь к ребятам. Пожалуйста, обоснуйте свою точку зрения. Пожалуйста, кто первый? Ну, даже если она сейчас соврала, потому что она всё-таки театральный человек, даже если она соврала, она это сделала... Ну, не соврала, а как бы салкала, а как... Сделала это очень красиво, потому что мы даже... Если даже никто не заметил, может, этого. Знаете, мне кажется, что несмотря на то, что Алла Сергеевна актриса, она всё равно была с нами очень искренняя, откровенна. И, честно говоря, я даже не расстроилась, что она не восприняла мой комплимент всерьёз. И спасибо вам большое. Вы не только потрясающая актриса, но и потрясающий человек. Мы готовились к вашей встрече. Спасибо. Ну вот, вы услышали мнение, Алла Сергеевна, но последнее слово в программе «Всегда за героем». Пожалуйста, подведите её ток, где-то 30 секунд в вашем распоряжении. Вы знаете, у меня друг, один такой физик знаменитый, Юра Осипиан, он академик, ну и так далее, неважно. Он мне всегда говорил, Алла, люди все прозрачны. Я иногда сводила это всё в шутку, но с возрастом, он старше меня немножко, с возрастом я понимаю, что люди прозрачные. И даже в тех, кто молчал, но я их всех видела. Кто-то включался, кто-то не включался, но я видела. И практически могу рассказать, но во всяком случае, их будущее лет на пять вперёд. Так мне кажется. И каково же будущее у них, скажем так, общее на пять лет вперёд? Они слишком разные все. И по возрасту, и по интеллекту, и по интересам. А как вы думаете, всё-таки в положительную сторону будущее будет? Вы знаете, всегда в положительную, когда общаешься с молодёжью. Народная артистка России Алла Сергеевна Демидова. Сегодня была гостьей программы «100 вопросов взрослыми». Ну а всем участникам и зрителям нашей программы напоминаю, что мы встретимся в этом же месте, в это же время, ровно через неделю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok